Очередной пациентский бунт в Ивановской области. Своё право на своевременное лекарственное обеспечение. В этот раз отстаивают люди, страдающие заболеваниями почек. В Ивановском отделении Всероссийской организации «Нефролига» 170 человек. Все они федеральные льготники. Имеют право на получение поддерживающей терапии. Им должны регулярно выдавать препарат эпоэтин, повышающий уровень гемоглобина в крови. Первые перебои в поставках начались еще в прошлом году. В этом ситуация только усугубилась. Некоторые получили один раз 31 декабря, некоторые еще раз получили в этом году. И в первый и второй раз доза была недостаточная, не та, которую назначили. И по количеству тоже отличалась от рекомендуемой. Возможность покупать препарат самостоятельно имеют далеко не все льготники. Без него жить долго и счастливо невозможно. Гемоглобин у пациентов с почечной недостаточностью рискует опуститься до очень низких отметок. А это равносильно смерти. У меня сейчас осталось три ампулы этого эральфона. То есть мне это хватит еще на неделю. После этой недели необходимо будет или за свой счет покупать. За свой счет это накладно немножко, скажем, если аппарат 2000, который, ну, единиц, он стоит 5000, которые по 9 единиц, он порядка 9 тысяч. То есть нам посоветовали менять регион, выбирать для места проживания не дотационный регион, а наиболее развитый. Поэтому мы вот сейчас все в размышлении, где нам оставаться для дальнейшего житья. В других регионах действительно никаких перебоев нет. У нас же, рассказывают активисты нефролиги, бороться приходится за каждую ампулу. Все вот инстанции, что возможно, я писал. Начиная от заведующей поликлиники, потом главврачу 4-й горбольницы, Росздравнадзор, департамент, прокуратуру, комиссию по правам человека, по лекарственному обеспечению. Везде все отрицательный ответ. Экономический кризис был в 2008 году и много чего было. И в 90-е годы я застал, когда были проблемы с препаратами по моему основному заболеванию. Но такого безобразия я что-то давненько не помню. Мы уже не просим те люди, которые достаточно давно знакомы с медициной, там таблеток типа фолиевой кислоты, алет, которые стоят 3 копейки, и можно их купить самим. Но основные препараты, они все-таки достаточно обременительно бьют по карману. Пациенты на гемодиализе должны получать препарат 2-3 раза в неделю, желательно после каждой процедуры. Лекарством обеспечивают в стационаре, но направление на лечение дают на 2 недели, раз в 3 месяца. Накопительного эффекта у Эпоэтина и его аналогов нет. Обращался во все инстанции, в департамент, в прокуратуру, в народный фронт, к депутатам ходил. Везде ответ один и тот же. Нет. Денег в регионе нет. Когда все ответы собрал и написал в администрацию президента, через 10 дней мне обеспечили единожды лекарства. В департаменте здравоохранения существование проблемы не отрицают, но уверяют, перебоев с федеральным финансированием нет. Были технические сложности, поэтому торги не могли состояться. По торгам, которые были проведены еще в конце 2016 года, то есть обеспеченность большинства пациентов до мая месяца необходимыми препаратами, да, в некоторых случаях есть проблемы. Мы эту ситуацию решили, и торги состоялись. Лекарственный препарат будет в аптеках в конце этой недели уже, и пациенты могут получать рецепты и получать этот препарат в аптеках. Специалисты профильного ведомства отмечают, пациенты получат столько лекарства, сколько им назначит врач, не больше и не меньше. Также они прогнозируют, до конца года перебоев с поставками не будет. Уставшие от борьбы за право на здоровье пациенты нефролиги словам больше не верят. В воскресенье 50 человек планируют выйти на пикет в скверу памятника Горелину. Они рассчитывают на внимание не ивановских чиновников, а представителей власти рангом повыше – федеральных. Хотят местные нефропациенты, чтобы их проблемы узнала вся страна. Возможно, это единственный способ не допустить их рецидива. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.